Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты и сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Субтитры предоставил DimaTorzok Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду с порывами до 14. Температура воздуха ночью минус 3-5 градусов, днем плюс 1-3. Сегодня международный день борьбы с коррупцией. Об итогах работы органов прокуратуры республики в данном направлении в текущем году в эти минуты в нашей студии Майса ведущей Белли Джозаевой расскажет старший помощник прокурора республики по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Радмир Баташев. Доброе утро всем. Доброе утро, Радмир Казбекович. Благодарю вас за то, что вы в наше время пришли сегодня к нам в гости. Поводом для нашей встречи стало то, что сегодня международный день борьбы с коррупцией. И мне бы хотелось узнать, что делается прокуратурой в данном направлении? Деятельность по противодействию коррупции является неотъемлемой функцией в работе органов прокуратуры. И в день борьбы с коррупцией безусловно с удовольствием хочется поделиться с приведением статистических показателей результатов работы органов прокуратуры за истекший период текущего года. Основными, сказать, характерными нарушениями установленных антикоррупционным законодательством запретов, ограничений, обязанностей является предоставление недостоверностей о доходах, расходах, обязательствах имущественного характера, а также неурегулирование конфликта интересов. Такие нарушения в текущем году были выявлены и в деятельности Управления Министерства внутренних дел Республики, Управления Федеральной налоговой службы, Правительства Карачаева Черкесской Республики, в органах местного самоуправления Республики. Всего органами прокуратуры Республики за истекший период текущего года выявлено 3400 нарушений законодательства противодействия коррупции. В целях устранения их внесено 1500 актов прокурорского реагирования, 578 должностных лиц привлечены к дисциплинарной и юридической административной ответственности. По результатам прокурорских проверок возбуждено следственными органами 24 уголовных дела. Хотелось бы еще привести как пример существенное нарушение антикоррупционного законодательства, неурегулирование конфликта интересов. Такие нарушения органами прокуратуры были выявлены правительств нашей Республики, когда должностные лица, замещающие должности органов государственной власти Республики, при рассмотрении комиссионного согласования кандидата на назначение на должность, который приходится близким родственникам, либо при выдаче грантов, субсидий, либо принятии решений в отношении коммерческих учреждений, учредителями которых также являются близкие родственники, правом самотвода не воспользовались, в комиссию по конфликтам интересов для рассмотрения данного вопроса не обращались. По аналогичным фактам, таким же, безусловно, прокурорам Республики было внесено представление на имя главы Республики, которые также находятся на рассмотрении. Радмир Казбекович, цифры это, конечно, хорошо, но вы можете сказать, что коррупцию можно победить? Вот буквально в нескольких словах. Знаете, лично мое мнение, одних законодательных запретов для искоренения коррупции, я считаю, недостаточно. Поэтому и федеральный закон о противодействии коррупции. И, безусловно, приказы о распоряжении генерального прокурора первоначально говорят о профилактике коррупционных правонарушений. Это действительно эффективный метод противодействия коррупции. Как ранее я говорил, это не работа только правоохранительных органов. Это в основном задача всего общества. Все общество должно заниматься именно профилактикой и искоренением, минимизацией коррупционных проявлений. Ну что ж, я благодарю вас за полную информацию. Я желаю вам успехов в вашем нелегком труде. Спасибо. Спасибо. Наш телевизионный эфир в 9.00 продолжит программы Карачаевской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14.30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. Скидки до 80%? Да. Распродажа в 5.85 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 5.85 золотой. Дарите эмоции. Биберленд. Миру сыр. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке. Меньше платеж – больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова